Всем привет на моём YouTube-канале, как всегда, мук-банк. И мы здесь обсуждаем отношения между мужчинами и женщинами, свидания, разные казусы и всё остальное. Всех моих подписчиков новых приветствую. Потихонечку вы подписываетесь, я это вижу. И под каждым моём видео находится карта Сбера и ссылка на донат, куда вы можете перечислить на развитие канала. Так что всех благодарю, кто это делает. И сегодня я буду есть вот такие... Это фаршированные кальмары с тунцом и салат. Я не знаю, разрезать или, может быть, так они чуть подостыли, я хочу попробовать. А, и, кстати, всё это прекрасное дело, я буду запивать пивом. Я, наверное, не буду разрезать, я вот так вот попробую, сейчас откушу. Это кайф! Это реально очень вкусно! Вот так, помидорка черри. Салатиком айсберг. Слушайте, я не думала, что они такие вкусные. Фаршировала не я, я покупала уже фаршированные, значит, в магазине, в одном деликатесах морских. И мне девушка посоветовала, говорит, возьмите очень вкусные. А я хотела сама их нафаршировать, значит, беконом, сыром, знаете. Ну, это балдёж. Наверное, я буду есть всё руками. Всё это прекрасное дело, надо запить. Батарейка садится. Ну что, поговорим, значит, про ещё одно моё свидание. Вспомнила я его. Года два назад, наверное, ходила я на свидание. Безумно вкусно, не могу оторваться. Как всегда, салфетки я где-то потеряла, да? Но кто смотрит мои видео, я постоянно не беру с собой салфетки. Вспоминаю, когда уже пальцы грязные. Что я вам могу сказать? Значит, познакомилась я с парнем на сайте знакомств. Познакомилась. Общались, общались с ним. Всё, договорились. Значит, пойти поужинать вместе. По-моему, поужинать, да. Пришёл очень приятный молодой человек. Так, мужчины, если я кого-то обсираю и говорю, что были такие курьёзы, не надо воспринимать это всё на себя и обижаться, да? Я это рассказываю чисто, чтобы, ну, развлекательная, да, такая программа у нас с девчонками. Мы друг друга тут истории рассказываем. Вот. Значит, пришёл симпатичный парень. Да, в ресторане сидели. Он достаточно приятный. Они сочные, нереально. Общались. Ну, знаете, вот бывает, смотришь на человека, да? Вот вроде он такой, из виду, неплохо одет. Дорогие на нём вещи могут быть, да. Именно дорогие брендовые вещи. Он не беден, он не жаден в ресторане. То есть всё, что угодно ты можешь, ну, на себе заказывать, да. Ну, так вот, смотришь на человека. Ага, тут не видно. Сейчас, вот так. Но вот под этой вот всей одеждой, да, то есть на человека... Ты смотришь, и такое ощущение, что человек не промытыш, да. Я бы так называла. Вот, ну, что-то вроде он не грязный, там, я не знаю, что... Но вот что-то вот... Я не знаю, как это объяснить, вот чисто на визуальном. Вот ты не можешь конкретно, да, сказать, что у человека грязно, но он выглядит как непромытыш. Вот это было из серии непромытыша. Мы общались на разные темы с ним. У нас богатый стол. Блин, эти еды просто вот ломятся, вот честно, да. Редко такого мужчину встретишь обычно, знаете, когда идёшь на свидание, тем более на первое, да, свидание с мужчиной. То есть вы выпиваете либо это кофе, может, десерт какой-то, там, салат. То есть, ну, редко, когда мужчины накрывают вот целый, там, стол. Ну, тем более это свидание, знаете, первое, то есть не подразумевает, там, не идёт речь о сексе, о продолжении, да. Ну, то есть это... Ну, кто знает, ну, всё равно, да. Ну, я как бы, ладно, думаю, блин, Лис, ну, хватит придираться уже к людям, к мужчинам. Уже, ну, человек нормально одет, всё, ну, не жалею для тебя ничего. Хватит вот это вот сидеть, блядь, и выискивать. Вот выискивать, знаете, такое, что... А то он непромытыш, думаю, да какая у меня разница, промытыш он, непромытыш, ну... Сидели, нам захотелось продолжения банкета. И вот... И мы... Поехали к нему. Ну, уже такие пьяненькие, мы на веселе, на кураже. Я уже, блядь, какой непромытыш, мне вообще всё равно. Промытыш, непромытыш, мне с ним детей не крестить. Вот. Ну, значит, приехали к нему. Купили себе ещё алкоголя, различные еды, знаете, вот так... Всё весело, классно, мы, значит, проводим время. Даже где-то, вы знаете, вот бывает такое, что какая-то искра даже между нами, знаете, пробегает. Ну, типа, это не то, что симпатия, да, это как будто ты хочешь этого человека. Ну, может быть, это алкоголь дает о себе знать, ну, как бы... Разные варианты. Ну, говорю, как есть, да. Вот. Ну, что я вам могу сказать? Дела нет. Дело до секса-то не дошло, на самом деле. Да и никто, наверное, не хотел этого секса. Нам не до секса было. Мы просто куражились, веселились, дурачились, знаете, вот, ну, как... Как вот, как друзья. Вот бывает, что ты даже человека первый раз видишь, и вот как друзья, значит, с ним ведёшь. Ой, что-то залетают мне эти кальмарчики. И самое интересное, это что? Я потом обращаю вот такое, обратила внимание на пальцы рук, да, на ногти. И смотрю, не поняла. А там ногтей-то практически нет, да. И вот под этими маленькими-маленькими ноготочками такая вот грязь. И причём эта грязь на двух пальцах, то есть не на всех пальцах. Я думаю, блин, ну фиг его знает. Знаете, есть... Есть руки рабочие, да, у мужчин, которые там лазят под машины, там, сантехники, всё остальное. Ну, бывает, да, такой рабочий вот как бы момент, рабочие пальцы, да. Он помыл, а вот эта вот грязь, она всё равно не уходит. Я думаю, ага, что-то странно. При том, что человек работает... У него не рабочая такая профессия, далеко не рабочая, да. То есть не рукастая такая профессия. И потом мы пошли курить, обсуждаем. И он стоит, профиль мне, то есть я вижу вот, ну, уши, да, его открытые. Я такая раз туда... Ну, знаете, то есть невольно то, что я там разглядываю чужие уши и всё остальное. И я невольно такая смотрю. А там вот у мужчин, да, бывают волосатые уши, ну, волосы. И на этих волосах серо-ушная. То есть много-много серы. Я как увидела, моя искра сразу просто, сразу уничтожилась. Я думаю, вот, вот моё чувство, знаете, чуйка не подвела. То есть человек не почистил уши, то есть не чистил уши, ну, наверное, неделю. То есть, ну, я, конечно, не могу определить на глаз, сколько человек там не чистил уши. Но это, честно вам скажу, очень противно. Блять, я каждый день чищу уши. Это ритуал уже. То есть как пойти почистить зубы, сходить в туалет, потереться после туалета, почистить уши. Ну, то есть это уже ритуал. Но я не знаю, блять, это как так? Ладно, там серо, там её можно не видеть. Ну, там день не почистил, её, в принципе, может, ну, как бы и не видно быть. Но когда ещё на волосах, то есть человек вообще не залазит в свои уши. Если он не залазит в свои уши, мне страшно представить, что у него в трусах. Извините, конечно. Конечно, там подретузная вонь сто процентов будет. Подретузная, подзалупная и всякая вот эта вот херота. Я быстро слилась. Я сказала, что мне срочно надо домой. Больше с этим человеком я, естественно, не общалась. Ну, не могу я, ну, как так? Ну, я люблю чистоплотных людей. Ну, как, блять, не следить за своими ушами? Вот вы мне объясните. Или я придираюсь? Уши можно почистить, а человек-то хороший. Я согласна, человек хороший. Щедрый, накормил, напоил. Прекрасно провели мы время. Ну, не могу я с собой поделать ничего. Это отвратительно, вот честно. И сказать человеку, слушай, а что у тебя уши там грязные? Ну, ты не скажешь. Ну, я не могу сказать. Это стрёмно. Ну, надо, вот как-то надо, вот что-то делать. Надо, чтобы ему сказали, что у него уши чистить. Его, видимо, мама не приучила с детства, что уши надо чистить, как зубы, как подмываться, мыть подмышки и вообще купаться. И купаться не только сверху, да, а ещё все свои дырки прочищать. Вот такая история про уши. Я, кстати, про неё забыла. Лежала, думала, чтобы обсудить такое, да. Ну, вот такая вот ситуация произошла. И, к сожалению, если бы не его уши, я бы с ним продолжила дальше общение. Вот честно. Но уши меня просто поразили. Нет, я так не могу. Ну что, выпьем по пиву. Всех, кто смотрел, спасибо большое. Ребят, спасибо вам, что оставляете мне положительные комментарии, лайкайте. Извините. Пиво. Субтитры сделал DimaTorzok